Всем привет! У нас все как обычно. Уехал на дачу отдыхать. Написал мне Влад, который на красной копейке дроссельной. Юрцы собирали эту машину, Митев Моторспорт, Моторспорт. И сказал, что завтра будут гонки. Пригласил. Я спросил, кто будет, будет ли с кем заехать. Он сказал, приезжай, тебе будет с кем покатать. Я так предполагаю, что скорее всего это будет Юрена машина. Юрцов, десятка, которая турбовая. Ну а там посмотрим. Поэтому сейчас я собираюсь, еду в город и будем ехать уже на год. А у нас эпопея со стартером продолжается. В прошлый раз мы меняли втягивающее, потому что перед гонками это вообще какая-то закономерность уже началась. Два дня не трогал машину. Думаю, сегодня заведу, проедусь вообще, пощупаю, что-то, может что-то поменялось. Ну мало ли, всякое бывает. Лишний раз лучше проедусь проверю. Не заводится. Просто цокает опять. И то крутило. То есть, а сейчас просто цокает. Ну в общем, завел с толкача. Доехал до, ну, переехал в бокс. Короче, вот что у нас. Поменяли втягивающее. Оно открутилось вот тут. Вот эти два болта открутились. Вот, пожалуйста. Качество запчастей у нас отличнейшее. Не, я, конечно, понимаю, что оно может не рассчитано там на эти все вибрации, все нагрузки. Но, тем не менее. То есть, вот, откручено. Сейчас, понятное дело, закрутим, проверим, как оно будет. Может, не знаю, на локтайд посадим или там на герметик, чтобы получше держало. Турбожиги надо протягивать каждый день. Проехался, с гонок вернулся, протянул. И что еще хочу сегодня сделать? Понятно, что это мою проблему не решит. У меня на прошлых гонках ремень генератора слетел. Хочу поставить вот такой шкив. Тима, большое спасибо. Это мне Тима подогнал шкив. То есть, он увеличенный. Он снизит обороты на генераторе. Ну, понятно, что, наверное, это не решит проблему сползания ремня. Но хочу попробовать, а вдруг? Поэтому сейчас поменяю. Сейчас сделаем стартер. Я его уже закрытыми глазами снимаю, ставлю. И этот шкив генератора. Поставлю, проверим, как раз сегодня на гонках, что он вообще будет, что покажет. Кстати, по факту, в принципе, я мог этого и не показывать. То есть, якобы у меня все отлично, все прекрасно, проблем никаких нет. Что я там такой красавчик. Но мы же честно. Мы же должны честно работать вместе с вами. Поэтому я показываю вам свои проблемы. Ну, то есть, какие они есть на самом деле. Ничего не скрывая, то есть, как оно есть. Поэтому я буду по-честному со своими зрителями поступать. Сломалось, показал. Ничего не скрывая, то есть, то, как оно есть на самом деле. Вот разница этих шкивов. Вот это тот, который стоял. Вот который увеличенный. Поэтому сейчас будем ставить, закручивать и вперед. Добрались мы уже до нашего места дислокации, где мы сюда собираемся. Копеечка первая, поведет все машины. Вот, едем своей толпой, так сказать. Что ты, Мишаня? Готов? Да уже на годочке хочется. Готов? Ехаты. А сейчас поедем. Сейчас поедем. Гольфенцы, который вам понравился. Носок. Джили – это самая главная машина, которая будет у нас. Пашко на Хондаре. Хонда готова сегодня всех разрывать. Ну, в общем, вот таким движим своим мы едем. Вон все стоят в ожидании выезда. Так что сейчас пьем чай, стартуем и включимся уже. Либо там на месте сбора, либо если уже там половина поуезжали на трассу. В моменте, понял? Либо если поуезжали уже все на трассу, то поедем сразу на трассу. Напрямую. Жига будет вести весь караван, так сказать. Не успел, конечно, помыть. Но ничего страшного. Лишний вес пыли, я думаю, нам не послужит помимо. Движение сегодня, конечно, просто ядерное. Отличное. Старт сезона прекрасный. Машин просто немерено. Думаю, что много чего интересного тут есть. Плат на дроссельной копейке. Я думаю, что кого-то мы сегодня найдем с кем-то поездить. Ну, сейчас ближе, конечно, туда подойдем. А как же, как обычно, извиняюсь за ночную съемку. Пока не знаю. Честно, не знаю пока, как решить этот вопрос со съемкой. Чтобы было все четко видно. Микрофон уже заказал. Микрофон едет. Нормальный микрофон взял. Были варианты взять дешевый. И более-менее там такой... Не то, что там дорогой, но более-менее, скажем так. Дешевый. Это не наш формат. Взял более-менее хороший. Не хочу ходить со шнурком. Шо ты там прячешь? Это видеоблог. Шо-шо? Это видеоблог. Я тебя не слышно. Видеоблог. Видеоблог. Да, видеоблог. Шо? Всем привет. Да. Мы, короче, смотрите. Тут восьмерка... Да ничего, давай хоть туда будем. Смотри. Тут восьмерка только шо ехала? Нет, не ехала. Слушай, ехала только шо восьмерка. На светофоре на Амсторе. Да. У меня она вся в шпаклея в козырных жабрах. Я говорю, брат, ты на гонки едешь? Она говорит, на какие гонки? Я говорю, б***ь. Ладно, идем туда, вовнутрь, в само движение. Людей очень. Да, да. Честно, пока не нашел ни одной машины, в которой, да, можно проехать, скажем так. Сейчас вроде как слух прошел, что тут Юрцов, Митевцев есть машины. Хочу найти Юрцов, поговорить с ними. Уже будет, может, что-то. Хлопцы, привет. Правую руку вообще надо давать, если честно. Вообще, сейчас карантин, руки давать не надо. Я понял, умничать тоже не надо, пожалуйста. Шо, едем с вами? С кем? Ну, с моей машиной. А че так? Че не едем? Вы же сюда приехали на машине ездить, я так понимаю. Нет, пока обкат. Что-что? Обкатка идет. Не настроена машина. Я понял. Ясно. Как вы это любите говорить? Кто любит говорить? Я просто говорю. Ну, кто любит говорить? Ну, все говорят, что не настроены. Вот я тоже точно не настроен. 05 давление только и все. Что в смысле, где ехать с тобой? Ясно. Если у тебя будет полтора баров, да? Ну, я могу в офе поехать. Давай в офе заедем, ну. А че, не интересно? Шоу Влада настроено? Все нормально у него? А ты че, не нормально? Провели с Юрой беседу. И теперь Юра в нормальном тоне будет разговаривать. Получается, что, ну, ехать... Ну, поедем, вопросов нету. Но машина сейчас настроена, наверное, 07 давления. Поэтому результат какой будет, не знаю. Я поеду... Грубо говоря, это первый ее выезд за какие-то года. Поэтому шоу, как едет, я еще сам не привык к сцеплению. Бля, я не могу керамика этой... Я поеду тогда с Юрой в офе, ну, чтобы это было по-честному, справедливо, скажем так. Сейчас я заеду с Владом, ну, а потом уже, я не знаю, там, захочет Юра, не захочет выехать, попробовать. Не, ну... Подойду тогда, пообщаемся, и если шо, поедем. Ну, я же только за, попробовать. Ну, интересно самому вопрос, как оно поедет. Я не могу тронуться, ну, понял, это все. То есть я трогаюсь, ну, понял, она... Мы не откатывали именно этот режим, потому что мы, короче... Бля, я не знаю, как это правильно объяснить, как мы это катали. Ну, там просто, короче, в общем, обкатка обрезалась просто, ну... Не то, что там, вот, что-то было сделано, там, знаешь, вот, вот и до, а просто вот, оп, и все, и прекратилось. Минут 10, 15... Минут 5, 10, 5-го, 4-5, 10, 5-го утра. Залили то, что есть, по факту, то есть там 07 она дует, она едет, то есть, как бы, все. А вот этот момент лаунча, троганье и все остальное мы тоже не прописывали, потому что, ну, насколько правильно, надо прописывать. Ну, все, не вопрос. Троганье. Не вопрос, сейчас я тогда, да, да, правильно. Сейчас прописано, ну, грубо говоря. Ну, как, да, пусть будет прописано все, чтобы не говорили потом, что я там отмазываюсь, пусть прописано. Не, вопросов нема, я же говорю, ну, я именно говорю, как оно есть, по факту, то есть, я не то, что там выебуюсь или еще что-то, просто вот по факту, лаунч, как он есть, так он и есть, то есть, она, там, я не знаю, даже, может, и не... Короче, ничего не могу точно сказать, но была такая настройка очень... 12 часов ночи, ничего уже не хотелось, поэтому вопросов не задавали настройщик. Ну, попробуем проедем. Попробуем, все, хорошо, тогда я ищу Влада, сейчас мы набрали Владу, найду Влада и уже тогда с Владом поеду. Вот, кстати, десятка пацанов, с которой мы хотим попробовать заехать. В принципе, я думаю, что это будет интересно, наверное. Я не буду там сблизка показывать там все, ну, рассказывать, то есть, вот, турбо есть, все, 16, в принципе, в принципе, как-то так, все, тогда будем ехать. А пошел уже три круга, не могу я найти Влада, если честно. Ну, ничего, я думаю, что сейчас карта ляжет и все-таки мы найдем его. Где-то тут он должен стоять, а вон он, по-моему, нет, это не он, это белая копейка какая-то другая. Сейчас, я думаю, все-таки мы найдем его. Не могу пока его найти. Здорово. А не видел красная копейка такая? Нет, еще не видел. На дросселях, нет? Этого, Владосик. Влад, да, да. Вон она стоит. Где? А, ой, я ее прошел, видишь? Все-таки карта лягла и нашли мы копейку. Сейчас подойдем, узнаем. Я думаю, что, в принципе, ну, если он говорил по телефону, что поедет, то не думаю, что он сейчас будет отмазан. В общем, Влад говорит, что я не медийная личность. Поэтому буду за кадром, да? Да, все-таки я. Да. Адекватно, нормально все сказал, без понтов, как твои коллеги. Я никогда не выделал. Правильно, все правильно. В общем, смотрите, шестнарь, дросселя. То есть, вот так вот тут все стоит. Дросселя с Ямахи R1. Дросселя с Ямахи R1. Может быть, мы ее потом покажем на канале, да, отдельным обзором. В принципе, можно будет. Сейчас так просто. Шестнарь, дросселя. Валы, стольники 9.15. Это мы потом все расскажем. Да. На полуслига, да, ты едешь? Это Тойя 3,8. Тойя 3,8. Тойя 3,8. В принципе, сейчас будем пробовать. Ну, насколько я помню, насколько я знаю, у этой машины старт был очень такой пулевый. Со старту она пуляет очень хорошо. Музыка горланит везде. Мы в очереди стоим. Там Влад чуть впервее был. Я очередь свою выставил. Он сейчас просто выстоял. Он просто справа сейчас войдет в нее. И, в принципе, все. И будем ехать. А что еще остается делать? Зачем мы сюда приехали? Ромашка горлыс. Музыка. Ромашка горлыс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все просто рассыпную DimaTorzok Оставили после себя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подобьем итоги ДимаTorzok С Аккордом Субтитры сделал DimaTorzok